всем привет друзья с вами снова аквамэн это долгожданное время самоделок сегодня я вам покажу как сделал сачок да сачок то чем ловят болезненных рыбок то чем собирают мусор с поверхности аквариума именно сачок сегодня я и буду делать но прежде чем показать финальную реализацию я долго думала каким может быть сачок мы уже на канале делали бич сачок но а то был сачок из стаканчика и палок мне нужен был сачок чтобы он был крутой чтобы он был поддержка и опорой чтобы он был многофункциональный чокнутый сачок мне нужен да чтобы ты взял его в руки и такое вот это сачок Такого нигде не найти Но опять-таки, я думал, каким может быть сачок И первое, что мне пришло в голову Это возможность сменных насадок На самом деле, очень удобно, когда ты готов ко всему То есть, будь у тебя маленький наконечник Круглый, квадратный, с мелкой ячейкой, с крупной ячейкой На все случаи жизни И тут мне сразу на глаза попались неодимовые магниты Потому что они магнитят, мама не горюй Я взял маленький, начал всю эту идею воплощать в жизнь Но оказалось, что маленьких магнитов недостаточно Для того, чтобы надежно держался концевик Больших магнитов у меня, к сожалению, не было Поэтому идею мы эту откладываем Да, друзья, на самом деле неодимовые магниты Есть такие, которые держат несколько десятков А то и сотен килограммов на разрыв И это очень круто Возможно, когда-нибудь мы эту идею реализуем Можно попробовать также концевики сделать на резьбе То есть, вкручивающиеся, выкручивающиеся Какие-то вставные Без проблем, я думаю, это все в будущем у нас на канале тоже будет Ну а я тем временем убрал идею со сменными наконечниками В долгий ящик И приступил к реализации просто сачка Да, взял электрод обычный, сварочный Его покрасил То есть, его сначала отколошматил Отшизделял его хорошенько Дальше покрасил, чтобы он выглядел нормально Премиально хотя бы И натянул на электрод кусок силиконового обычного компрессорного Четырехмиллиметрового шланга С трудом, но натянул я смог Дальше взял руками И начал все это дело сгибать До тех конфигураций, которые мне нужны были После чего у меня есть алюминиевая трубка И я подумал, что неплохо было бы в эту алюминиевую трубку наконечник ставить И как-то там его запрессовать Но здесь сразу вырисовываются минусы Во-первых, не у каждого есть алюминиевая трубка Во-вторых, если даже есть алюминиевая трубка То с алюминиевой трубкой как минимум Весь сачок выглядит громоздким Конечно, если у вас крокодилы Какие-нибудь мамонты в аквариуме плавают От которых нужно отбиваться Такой сачок будет как нельзя кстати Но у меня нет таких больших рыбцев Поэтому мне нужен был какой-нибудь небольшой Утонченный Максимально декоративный сачок И поэтому идею с массивным сачком Мы тоже откладываем в долгий ящик Здесь еще, кстати, проблема Как-то нормально прицепить вот этот наконечник Чтобы он не выклялся, не болтался Теперь, самый главный вопрос Аквамен, а для чего ты делаешь сачок? Ведь его можно за 20 рублей купить За 30 рублей бесплатно, может, кто-то отдает На самом деле у меня сачков, наверное, больше 10 штук И все они, как один, имеют ячейку Недостаточно мелкую для меня Объясняю, друзья У меня живет несколько видов рязки По крайней мере, два я точно насчитал У меня есть вольфия И если крупную рязку-то без проблем Обычный фирменный сачок убирает То мелкую рязку он просто-напросто Не может поймать, друзья Он ее не может прочувствовать Поэтому мне нужен был мелкодисперсный сачок И этот сачок должен был быть максимально крутым Конечно, есть то, что я бы сюда добавил Но об этом я расскажу немножко позже Итак, берем электрод И опять-таки я хотел сделать конструкцию цельную Чтобы не было каких-то соединений Потому что, как правило, соединения это слабые места Либо они выглядят не очень декоративно Итак, берем электрод Размечаем места, где будем его сгибать И приступаем к сгибаниям Сразу хочу сказать, что Используя электрод, получается сачок определенной длины И он не гигантский, не длинный, как весло там, да, какое-то Которым грести, если что, можно на случай наводнения Нет, друзья, но в то же время у меня и аквариумы не такие пространственные, обширные Как бассейны величиной с футбольное поле То есть, мне достаточно будет и такого сачка Дальше, смотрите Вы уже видели, к чему приходят изгибания Если гнуть руками Это все выглядит как минимум криво и непрезентабельно Поэтому будем использовать любую абсолютно трубу Будь это металлическая или алюминиевая труба Для того, чтобы ровно сгибать И для того, чтобы вот эти вот отрезки Стороны, они выглядели тоже прямыми То есть, ничего сложного в этом нет Вы просто берете эту трубку Засовываете, начинаете с наиболее удаленного угла изгиба И просто сгибаете То есть, если вам не понравился изгиб Можете обратно выпрямить Очень удобно И перегнуть так, как вам хочется Да, и в начале сам тоже удобно использовать две трубы То есть, одна труба у вас в одной руке Другая в другой руке И вы гнете Но если там сложная какая-то конфигурация Изгиб какой-то очень хитро выращенный То будет проблематично с двумя трубами орудовать Итак, друзья Если у вас есть нержавеющий пруток Вы без проблем можете использовать его Вам не нужно будет даже его в дальнейшем Как-то обрабатывать Также, если у вас есть какой-нибудь алюминиевый пруток Который, ну, не просто так вот взял На него подышал и он согнулся Нет, то есть, какой-то более-менее надежный алюминиевый пруток Цельный хотя бы, да То его тоже можно использовать У меня такого не было Прутка и нержавейки у меня тоже не было Более того, если у вас есть прям вот какая-то проволока Да, либо прут Кусок арматуры может быть Вы можете и длиннее, соответственно, сачок тоже сделать Но, опять-таки, у меня под рукой были только лишь электроды Именно поэтому я вначале их покрасил То есть, не просто еще для того, чтобы вид был красивый Да, потому что выглядит реально прикольно Когда покрашена черная краска А для того, чтобы еще защитить от взаимодействия контактов с водой И, конечно, было бы круто, если бы здесь силиконовый шланг все-таки был обтянут Но, когда вы по такой технологии гнете, используя трубу У вас труба, кромки трубы начинают прорезать места сгиба Возможно, здесь нужно сделать какую-нибудь прокладку, проставку Для того, чтобы не было таких прорезей прокусываний Но я почему-то до этого не догадался И гну уже без силиконового вот этого шланга Обратите внимание, друзья, что покрывать каким-нибудь лаком Либо краской нужно после того, как вы согнули конструкцию Почему? Потому что, когда вы сгибаете У вас на местах перегибов образуются трещины, растрескивания И краска просто вся у вас отпадает, улетает в космос И открываются свободные участки пространства для взаимодействия с водой Дальше, сама фишка этого сачка Мы уже как-то на канале с вами делали волшебные кристаллы И я их сделал несколько Один у меня забрала жена И несколько лежали Почему? Потому что, ну, они большеватые По размеру такой не повесишь на шею Такой не прицепишь к ключам Потому что он занимает все пространство в кармане И, соответственно, я решил Чтобы этот камень не пылился Дать ему шанс И, знаете, друзья, я не прогадал Он получился просто неимоверно удобным в качестве ручки Мало того, что он не длинный Он компактный То есть он отлично в руке лежит Он еще и красивый Внешний такого сачка уж точно ни у кого не будет Да, друзья, берем, рассверливаем его с торца Ну или где вам там нравится, хотите там и засверливать Я, как обычно, накосячил Взял, засверлил диаметр больше, чем мне нужен был Здесь какой момент Я для того, чтобы у меня вот сейчас конструкция металлическая не телепалась туда-сюда Я возьму туалетную бумажку и начну трамбовать Формируя тот угол, то направление, которое мне нужно После чего размешаю эпоксидную смолу Либо эпоксидный клей и залью Почему? Потому что у меня это есть Вы можете взять суперклей Но суперклей, он становится немножко белесым По мере высыхания То есть и по мере эксплуатации Он такой не очень прозрачный становится Можно взять лак из баллончика прозрачный Тоже сюда залить Но можно это вообще ничего не делать Если вы засверлили отверстие прямо впритык к вашей металлической заготовке И то есть просто без проблем с натяжечкой вставили Не возбраняется, тоже отлично будет функционировать Дальше, что бы я сюда добавил вообще в этот сачок Сразу скажу Я бы сделал, высверлил в этом кристалле центр, середину И вставил туда вообще бы просто либо кусок пенопласта Либо может быть пластик, либо просто воздушную полость Для чего? Для того, чтобы если вы этот сачок выронили вдруг Он у вас всплыл Я же вот на данной модели этого не сделал Просто потому, что мне жалко было честно сказать камень Что вдруг с ним что-то случится Но на самом деле эпоксидная смола это очень податливый материал То есть она как правило не растрескивается Она имеет какую-то эластичность И с ней вообще приятно очень работать Да, также можно кстати вообще сделать, взять форму Залить туда эпоксидную смолу И просто вставить вот этот вот штырь металлический Саму металлическую основу сачка Тогда будет еще лучше, еще крепче То есть без проблем Потом только придется вам обрабатывать эту ручку Делать именно под вас Да, тем временем я уже заливаю эпоксидную смолу Для того, чтобы приклеить металлическую заготовку К моей волшебной чудо-ручке После чего я возьму У меня есть акриловый лак аэрозольный Который совершенно не акриловый Ну, потому что это не акрил Нет, он быстро сохнет Я его нанесу на всю вот эту вот заготовку В несколько слоев Для того, чтобы уж точно обезопасить Металлические части от контакта От взаимодействия с водой И да, здесь можно попробовать Обтянуть тот же силиконовый шланг Но он с трудом-то на прямой электрод налазил А если еще он и крашен И если он еще и загнутый Вы, я так подозреваю, на такой электрод не обтянете Единственное, если брать электрод меньшего диаметра Либо можно взять термоусадку То есть трубку термоусадочную Ее обтянуть, обдуть Но возможно в таком случае появление трещин Морщин на изгибах Дальше, дальше все как нельзя Банально Мы берем обычные колготки Для чего и почему? Потому что в свободном доступе Сетку мелкодиспешную я не нашел Это во-первых Во-вторых, наконечник дамских панталонов Очень удобно, очень прочно и надежно сшит И как раз таки формирует небольшое такое вот лежбище Небольшой такой мешочек Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы добыча ваша Или мусор какой-то Он у вас там задерживался как минимум Не нужно делать здесь какую-то мембрану Какую-то барабанную установку То есть плоскую Нет, друзья Именно должен быть какой-то мешочек То есть именно какая-то накопительная часть Дальше, смотрите Я беру, отрезаю столько, сколько мне нужно Длинную не советую делать Потому что вот эта свисяндра Она будет телепаться у вас по недрам аквариума Еще и с мусором там или с рыбкой Потом все это дело доставать Не очень-то удобно Но здесь вы под свои нужды можете сделать Еще что хочу сказать Обратите внимание на конфигурацию Фирменных заводских сачков У них тоже не все просто так сделано Тоже там очень интересная такая вот эта выемка Конфигурированная из сетки Продумана и сшита Дальше мы берем наш кусок вот этой вот колготки Либо это может быть носок какой-то И начинаем обшивать по периметру Его обтягивать его нитками По поводу ниток Нужно брать нитки, которые максимально искусственные Максимально химозные У меня это капроновые нитки Которые даже руками порвать вообще нереально Эти же нитки очень удобно использовать При привязывании мхов или папоротников Почему? Потому что в отличие от лески Они хотя бы вяжутся в узлы Леска норовит то и дело из узла вылезти И это не очень удобно Поэтому друзья берем капроновые нитки Либо какие-то другие Может у вас прочные нитки есть И все это дело начинаем обшивать Здесь нам не нужны какие-то заусенцы Нам здесь не нужны какие-то лохмотья Почему? Потому что в них будет задерживаться всякий мусор Всякая грязь и скапливаться влага В целом получается очень крутой Мне очень понравился сачок По условиям использования Это один из самых удобных Которые у меня есть А у меня их несколько сачков Мне есть чем сравнивать И в то же время у меня и дорогие есть Какие-то фирменные сачки То есть это сачок именно то Что мне и нужно было Он легкий, он максимально декоративный Он максимально удобный Максимально надежный и прочный Все, и ручка Ну это просто вообще шикардос На этом все Обязательно пишите в комментариях Кто что думает по этому поводу С вами был Aquaman Увидимся очень скоро в новых видео Всем пока-пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok